Здравствуйте, меня зовут Майя Хромых, я победила на этих соревнованиях. Мне очень понравилось здесь выступать, потому что была публика, я на ней выступаю первый раз. Было очень много народу, всем спасибо большое, что меня поддерживали. Мне очень понравилось, когда вы мне хлопали в конце программы. К этим соревнованиям я готовилась усердно, катала программы. Буду стараться улучшать свое скольжение, вращение и заходы между прыжками. Майя, сама ожидала, что не так много побед, не было побед в этом сезоне. Сама ожидала, что можешь подняться на такую высоту? Я планировала подняться, я хотела выиграть, так как это первая победа в моем сезоне. Послушай, вот на тренировках не все получалось у тебя, да? Как ты чувствуешь, это твое сильное качество, старт плюс? Можешь ты сказать об этом, что на старте ты умеешь собираться, полностью отдать все, что можешь именно на соревнованиях? Ну, я думаю, да. Пар, скажи еще, пожалуйста, два слова, как долго ты тренируешься в Хрустальном? Я тренируюсь каждый день. Нет, нет, с какого времени, как много времени? Ну, где-то с 10 утра до 6 вечера. А летом? Летом две недели отпуска, где-то 2,5, и потом сбора в Новогорске. Ну, да, это вот зимой график, это график летом-зимой. А по времени ты с самого начала тренируешься в группе Екатери Георгиевны или до этого тренировалась у других тренеров? До этого я тренировалась у Царева Анны Владимировны. Приехала я из Нижнего Тагила. Конечно, я хочу сказать спасибо Анне Владимировну, что она меня взяла в эту группу. Я бы научила тренировым прыжкам, но если бы не она, я бы сюда бы не попала, к Екатери Георгиевне. Как с Нижнего Тагила? Тебе просто понравилось фигурное катание и ты решила заниматься? Ну, меня родители отправили в фигурное катание. Так, мой папа работает тренером по хоккею, вот, и брат хоккеист, поэтому, видимо, решили не нарушать и отправили в фигурное катание. А в Москву меня родители повезли, чтобы я... Потом им не говорила, что вы меня не свозили. Ну, если бы не было твоего желания, наверное, бы желание родителей не осуществилось. Ну, да, да. Ну, нам советовали, чтобы мы съездили. Вот, и сейчас уже получилось. Еще сезон не закончился. Что бы ты сама себе пожелала в этом сезоне? Ну, в первую очередь желание, чтобы я еще больше работала и улучшалось все дальше и дальше. Желаю, чтобы... Твое желание желаю, чтобы осуществилось. Спасибо. Спасибо. Спасибо.